Это вот альбом, как говорят, альбом моей памяти. Когда началась война, мне было 17, ну чуть побольше с половиной лет. Жил я в деревне Короткого, это город, под городом Ликино-Дулёво, в Орехово-Зуевском районе. 3 июля ночью стук в окно, мой товарищ, собирайся, приглашают в горком Комсомола. Комсомолец, комсомолец, родину любишь? Люблю, защищать хочешь? Хочу. Ну, пиши заявление, в деревне нас написало 31 человек, после войны вернулись шестеро. А 11 июля Москва торжественно с подарками, с вином, с конфетами проводила нас в автобусах и повезли нас в Смоленскую область. Копали окопы, потом стали обучать. Вооружили нам оружие, видимо, трофейное. Мне попал винтовка Лейенфильд. Со мной был парень, он еще на год моложе меня. Ну, я, как говорится, был в то время, как мальчишка Солстёна, а он такой, скупердяйчик, по 5 кусков сахара нам давали. Он у меня отбирал эти куски и выдавал мне по одному. Но когда нас там бомбили, и нас привалило с ним. Он, значит, так и говорит мне, все, говорит, давай хоть сахар съедим, чтобы не было. Ну, а уже в 42-м году призвали в армию. Попал я в железнодорожные войска, в войска по охране железных дорог. Учились мы в учебный период под Ярославлем, в имении Некрасова. Кстати, жили, видели его плебянницы, все живые были старушки. Немножко им помогали, дрова пилили в свободное время. По окончании обучения развезли нас по гарнизонам. Меня направили в город Рыбинск, сюда ближе, станции Волга, деревня Шестихина. Там мост через речку. Положено было, чтобы охранять этот мост. Ночью стоять два часовых. Под мостом должны быть четыре собаки. А мы приехали туда, весь гарнизон уже, кроме старшины начальника, уже с мешками сидит, их отправляют на фронт. А мы вдвоем приехали. Вот вдвоем начальник, третий, он же повар, он же чем угодно, охраняли этот мост. Я стою на посту, в ночь с шестого на седьмое. Вдруг бежит сержант с консервной банкой, я говорю, это не знаю, как будет, с консервной банкой, и дает мне его пей. Я говорю, ты что, сержант, а я же комсорг все-таки хотели, давай, но комсорг над ним, комсомольский начальник. Я не могу, я же комсорг. Пей, не разговаривают. Пей, не разговаривают. Война конца. Времени-то уже много прошло с того времени. У меня уже трое детей, пятеро внуков, правнук уже появился. Но все события того времени помню. На этой вот картине снялись участники обороны Москвы, которые собрались в день этого годовщины. А вообще-то участников войны в Подресской осталось всего 8 человек.